Всегда, когда мы говорим о защите растений, вопрос стоит так. Вот у нас кто-то съел наши растения, вот чем бы их обработать? Это крайне неправильная постановка вопроса. А на самом деле вопрос стоит гораздо сложнее. И начинается он с того, что мы должны сначала правильно, профессионально определить, а что это за повреждения. У нас в арсенале защиты растений очень много возможностей, которые мы можем использовать. И часто мы не доходим до химических мер борьбы, а используем слабые места в биологии и уже бьем по этим местам. Это выгодно с разных точек зрения. Во-первых, мы не вносим химию. Во-вторых, мы уничтожаем вредителя на самых ранних стадиях его развития. И, в общем-то, поддерживаем нормальную экологическую обстановку на нашем объекте. Сегодня мы с вами будем говорить о типах повреждений. В следующий раз мы будем говорить о вредителях, которые наносят эти повреждения и особенности их биологии. И на последнем занятии мы говорим о стратегии и тактике борьбы. То есть вот не просто перечислять те химические и биологические препараты, которые вы встретите в магазинах, справочников и так далее. А мы посмотрим стратегию и тактику этой борьбы. То есть как нам вот из этой системы выбраны и менее часто используемые. То есть я не буду говорить о общеизвестных, а буду останавливаться на методах борьбы, о которых мало еще кто знает. Но которые основаны на особенностях биологии того или иного вида. Насекомые, на наше счастье, они стереотипны в своем поведении. То есть они делают только такое повреждение и больше никакого. Это бывает в подавляющем большинстве случаев. Зависит это от образа жизни, естественно, зависит от типа ротового аппарата. И очень часто мы сталкиваемся с такой картиной, когда мы пришли, растение уже повреждено и никого нет. Поезд ушел. Мы опоздали. И хватайся за опрыскиватель, не хватайся. Все равно насекомого или это растительноядный клещ, их уже нет. И вот здесь наиболее часто встречающаяся ошибка, это то, что начинают обрабатывать. Вот у нас листья, значит, объедены, вот у нас мины, вот у нас галлы, вот у нас то-се, давайте обработаем. А уже поздно. И вы обрабатываете без всякого эффекта и только наносите ущерб вашим растениям и окружающей среде. Вы знаете, интересный случай у нас был в парке Лестехнического университета. Там в портере стоит два старых дуба. И вот однажды зеленая дубовая листовертка съела целиком, было стопроцентное объедание этих двух дубов. Ну и гусеницы как-то не подумали, что им окукливаться надо в листьях. Ну что делать? Они тогда сплели из паутины канаты и спускались вниз по этим паутинным канатам на газон и окукливались уже в траве. Картинка была изумительная. Вот я в первый раз такое видела. А дубы стояли нацело съеденные. Вот мы, например, на кафедре знаем, что на Лестехнице у нас в городе в июне месяце может быть лиственничная чехлоноска или лиственничная чехликовая моль. И мы ходим специально, уже ищем, есть она, нет она. То есть мы ведем мониторинг постоянный и уже знаем, где что искать. Посмотрите, что она делает. Очень маленькая гусеничка, которая, почему она называется чехликовая? Вот ее чехлик, вот он здесь, махонький. Гусеничка очень маленькая. Бабочка совсем крохотная. Что она делает? Она идет по хвоинке, доходит примерно вот сюда. Чехлик оставляет у порога, входит внутрь хвоинки, кончик этот, выедает его, выходит, одевает чехлик на себя и пошла дальше. Идет к следующей хвоинке, чехлику порога, выела все, вышла, чехлик одела на себя. В конце концов, что такое чехлик? Чехлик – это линочные шкурки, которые она не сбрасывает, как обычно гусеницы делают, да, а она их одевает на себя. И он все становится толще, толще, она его еще смазывает, чтобы он склеился. Вот. И в конце концов, она вот здесь, вот, они собираются компаниями еще здесь, и здесь они зимуют. Ели, превращенные в галл. Он вот такой вот, вот такой вот. Кстати говоря, вот это моя фотография, я делала в Адлере, в южных культурах, там растет кавказская ель эндемик. И именно вот на ней я обнаружила огромное количество этих галлов, причем они сначала были яркие, красивые, потом они, когда открываются и тли улетают, они становятся черные, в общем-то, и некрасивые. И вот такой анекдотичный случай у меня там был, когда я стояла около этой елки, фотографировалась, собирала эти галлы. Подошел экскурсовод, который, ну, не очень сведущий был, так сказать, в дендрологии, видимо, с группой туристов, смотрит на эти шикарные галлы, которых много-много-много было в нижней части крона, елка вообще была здоровая, и говорит, вот это кавказская ель эндемик, посмотрите, какие у него красивые шишки. Я говорю, простите, но это не шишки. Как не шишки? Посмотрите, вот, ну, явно же шишки. Я говорю, нет, это повреждение. Так что вот очень важно знать, что это не шишки, а там в каждой сидит личиночка, их может быть там очень-очень много. И у вас, я говорю, этот определитель у вас будет очень хороший определитель, у нас раньше их все время воровали после занятий студенты, вот. Но сейчас вот отсканировали его, и все всегда, это занятие студенты очень любят, потому что, ой, как интересно, вот, причем даже по гербариям они определяют с удовольствием, вот, а на живом материале, когда можно вскрыть, повертеть, в общем-то. Я думаю, вам будет интересно этим заниматься. Так, мы будем рассматривать уже видовой состав, особенности отдельных видов. Конечно, видовой состав огромный, я вам дам какие-то общие такие наработки, вот. И скажу, как вообще ориентироваться для того, чтобы правильно выбрать время, возраст вредителя, фазу и правильно назначить борьбу. А в последний вебинаре мы уже будем разбираться, как химию оставить на закуску, на самое-самое последнее место ее отправить. Все, спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!